друзья привет меня зовут оля хочу оставить месседж именно тем женщинам кому это надо сегодня услышать потому что я считаю что надо это им услышать пару дней назад я получила письмо от женщиной которая очень много боли написала но написала что как бы семья верующая муж христианин настолько меня кричит насколько он словами меня уже просто уничтожает что я жить не хочу и это не одна это не одну письмо это много часто мы таких писем получаем я просто и через мою книгу у меня много контактов с женщинами и мы же делаем женские мероприятия общаемся с женщинами и много мы много слышим более женской и одно из боли это это то что же мужчины кричат я уже не говорю про насилие я уже не говорю про то что кулаки распускают но именно когда мужчина повышает муж повышает голову голос на своей жену я хочу сказать женщины дорогие если вы такой ситуации хочу просто сказать вам вспомните когда это началось потому что он все-таки женился на вас он вас любил когда был первый момент когда на вас муж начал кричать и и я скажу что я считаю вам надо пересмотреть себя узнать кто я знаете ли вы себе цену потому что нельзя позволять мужчине на себя кричать вот просто нельзя вы должны быть достаточно сильными чтобы сказать ты не имеешь права на меня кричать а почему знаете ли вы кто вы знаете ли вы кто вы вы вот смотрите дорогая женщина вы созданы по образу и подобию божью вы дочь бога вы куплены кровью иисуса христа вы драгоценно вы дочь любящих родителей вы чья-то сестра мама жена подруга вы не просто женщина вы кому-то дорого вы кому-то дорого если муж вас обзывает всячески кричит на вас вы созданы по образу божьему вы как бы божье творение вы божья собственность и получается он на бога кричит и поэтому вы должны сдать себе цену что вы прекрасного драгоценно вы не имеете права позволять кому-то на вас кричать а знаете ли вы себе цену вот как вы себя оцените дорогие женщины так оценят и вас люди и так точно также оценят и вас муж и дети и я просто вас призываю если вы находитесь такой такой ситуации где на вас орет муж где он кричит не дай бог как кулаки распускает вы должны стать на свою защиту и в самую первую очередь это сказать знаю что ты не имеешь права меня обижать ты не имеешь права на меня орать и одно из советов я дам когда муж приходит и начинает на вас кричать первое скажите я не буду с тобой разговаривать пока ты не успокоишься когда он успокоится тогда спокойно сядьте и поговорите и спросите почему ты на меня кричишь что я сделала не так если у него просто настроение нету то просто он должен научиться контролироваться и если это например на работе что-то произошло он должен научиться контролировать эту ситуацию надо разговаривать нормальным тоном не криком если вы в чем-то провинились исправьте угодите своему мужу вы должны быть ему послушному как главы семье и как бы если ему что-то не нравится то что вы говорите делаете а постарайтесь исправить постарайтесь жить в гармонии как бы мужа надо уважать может надо любить надо быть ему послушной надо быть и в этом мире в любви понимании и надо как бы стараться жить друг для друга счастлива но вы не имеете он не имеет право вас обижать он имеет право на вас кричать он не имеет право вас обзывать вы все-таки божье творение и например если вы работаете и муж работает он должен вам по дому помогать вы должны ему помогать вы ему не рабыня вы не тот человек на которого он должен злости сгонять бог хочет для вас счастье а счастье криком не возьмешь надо прилагать усилия чтобы сделать друг друга счастливыми надо просто разговаривать и почитать надо мужа конечно благодарить бога и за мужа и и мужа благодарить за то что он приносит в дома и еду и деньги и благословлять его и но самое главное уметь разговаривать уметь высказать свою боль свои переживания свои мечты найти вот эту гармонию с мужем и постараться жить без крика также посоветую вам дорогие женщины надо отношениями надо работать можно надо почитать и конечно легко почитать мужа который любит бога который бога не любит это конечно же другая история и вам посоветую не застрять внимание на том что вам так плохо живется что на вас кричать что вам жить не хочется потому что многие женщины говорят не жить не хочется я жизни не рада я просто скажу уже виде для себя найдите дело которым вы занимаетесь которого любите вот хаби любимым делом занимайтесь ходите на продукт гулки их бегайте займитесь своим здоровьем общайтесь с богом пойти и будьте веселой вот любому мужу нравится чтобы его жена была красивая и веселая и счастливая и повысьте свою самооценку и тогда он опять вас влюбиться и тогда он перестанет на вас кричать и я просто вам говорю что за вас никто не заступится если вы только сами за себя не заступитесь повысьте свою самооценку научитесь разговаривать правильно с уважением и уметь сказать иметь свои границы сказать что ты не имеешь права я больше творение создана а по образу подобие большие крови кровью иисуса христа куплила ты не имеешь права меня осуждать меня обижать меня кулаки протягивать и поставьте границы вокруг себя не допускаете к себе негативных людей научитесь жить счастливо и жить красиво и очень часто есть проблемы со здоровьем так что дорогие жены обратите внимание на ваших мужей иногда муж может злиться если у него высокое давление если у него повышенный холестерин может у него таблетки такие которые его раздражают познает постарайтесь разузнать почему что его раздражает что в нем кипит почему он злой почему на вас отрывается может это просто купить витамину b от стресса или чай с ромашки или валерьянки попить или просто пойти к доктору проверить здоровье но самое главное самое главное дорогие женщины вот это что я хочу вам сегодня передать если вам сегодня трудно если на вас муж кричит если вам не хочется жить если вы жизни не рады станьте сами на защиту себя